Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Начиная с этого выпуска, каждый вторник мы запускаем цикл из 10 видеоблогов под названием «10 шагов по созданию телевизионного сериала». Сегодня мы рассмотрим шаг первый – заявка. Вы решили сделать продакшн-студию и принимать заказы от телевизионных каналов и снимать для них телевизионные сериалы. Что для начала нужно сделать? Сначала вам нужно обратиться на телевизионные каналы. У каждого канала есть служба, которая занимается приемом заявок. Не ограничивайтесь только тем, что вы нашли почту и выслали туда. Попытайтесь связаться с теми людьми, которые принимают эти заявки или с теми людьми, которые рассматривают заявки на сериалы. Во-первых, вам очень важная штука – это сроки. Значит, сроки приема заявок обычно, ну, то есть, они разные у каждого канала, но обычно осенью, зимой они собирают заявки на следующий год. Ну, и зимой, и весной они тоже собирают заявки. Обычно летом – это уже время, когда сериалы сами снимаются, и летом уже подавать заявки поздно. Либо надо готовить заявки на следующий год. Когда вы связываетесь с теми людьми на каналах, которые принимают решения, мой совет – будьте одновременно очень просты, не усложняйте, когда вы с ними разговариваете. То есть, четко обозначайте цель. Вот у нас есть идея, мы можем снять для вас телевизионный сериал. Вы попытайтесь рассказать свою идею, либо отправить заявку, в которой очень четко расписана вся ваша идея. Имейте в виду, что телевизионные каналы – это не художественный совет по поддержке интеллектуального кино, либо что-то наподобие такого. То есть, вы разговариваете с клиентом. Никто из них не обязан поддерживать молодых кинематографистов, молодых сценаристов и молодых продюсеров. Соответственно, не нужно рассказывать ничего, какой-то своей личной жизнью, вот этот сценарий я взял, случай из жизни, один мой друг и так далее. Вот этого всего не нужно. Сразу попытайтесь показать профессиональный подход. Даже если вы новичок, показывайте сразу свою адекватность. Попытайтесь разговаривать с теми людьми, которые принимают решение, и узнать у них, какие сериалы нужны вашему конкретному каналу в следующем телевизионном сезоне. Какие у них условия, когда принимаются решения, кто принимает решения. Это очень важно. Я понимаю, что с новичками обычно люди, которые работают на каналах, они не любят очень подробно рассказывать об этом. То есть, у людей с опытом, например, когда я разговариваю с каналом, я уже так или иначе могу у них спросить, а что конкретно нужно, давайте, может быть, сделаем так, в каком формате, сколько серий и так далее, на какую тему. В следующем выпуске я расскажу о том, какие обычно, какие каналы, какие сериалы закупают. Но вы должны это выяснить сами в разговоре с представителем канала. Это нелегко, но как бы в любом бизнесе добывать клиентов нелегко. Разговаривать с клиентами нелегко. Ну, сразу нужно приготовиться к длинной дистанции. Просто на своем примере я скажу, что когда я только начинал этот бизнес, Production Studio, я не начинал с веб-сериалов. Я полгода снимал различные пилоты, отправлял по разным каналам. И, честно говоря, не все заявки я умел правильно оформлять, потому что тогда не было таких видеоблогов в YouTube. Получилось так, что прошло полгода, и только после этого каким-то стечением обстоятельств сложились так, что на одном из каналов моя заявка, которую я написал, предложил рассказывать про малый бизнес определенным способом, она прошла, а ею заинтересовались. То есть через полгода. То есть не сразу мне кто-то перезвонил, никто не сказал мне, какой бы уникальный талант, давайте мы будем всячески вам помогать, как бы и развивать ваш талант. Нет. Прошло полгода, мне позвонили, еще там, грубо говоря, условно, прошло еще 4-5 месяцев, когда я вообще получил деньги, когда я уже все эти программы сделал. Время может пройти много. Попасть так, чтобы оказалось так, что этому каналу нужен именно ваш проект, тоже много есть обстоятельств, от которых это зависит, от которых зависит успех этого. Но и заявка сама – это не успех, потому что, например, опять-таки на своем примере я расскажу, что я 2 года хотел снимать сериалы. И я очень много для этого сделал, то есть я уже снимал различные шоу телевизионные, все, ходил каналом и говорил, давайте я сниму сериал, я снимал пилоты различные, я ездил в Киев, там снимал пилоты с партнерами. Писали очень много заявок, много идей, показывали на канале, но каждый раз мне говорили, ну, это что-то не совсем то, то есть я до этого просто не делал сериалы. Часто я приходил, мне говорили, ну, а кто режиссер в вашем проекте, там, кто, не знаю, там, пишет сценарий, там, и так далее. Я слушал это, уходил, потом приходил с режиссером каким-нибудь там знаменитым, да, там, брал его в партнеры, мы делали это вместе. Ну, и то есть я через 2 года только получил заказ на сериал. К тому времени уже вышли в прокат фильмы, где я был сценаристом, где я изучал вообще все это кинопроизводство. Пришел момент, когда мне сказали, да, хорошо, давайте попробуем, дадим вам небольшой сериал, как бы, и мы начали это делать. Я о чем говорю? Я о том, что вы должны приготовиться к этому, как к длинной, возможно, дистанции. Возможно, у вас произойдет это гораздо быстрее, но надо иметь в виду, что просто офигенной идеи мало. Первое, что вы можете сделать, адекватное поведение, адекватные переговоры и адекватная заявка. Теперь, если мы разбираем заявки, на каждом канале, я могу даже сказать, каждый год форма заявки может меняться. Кто-то говорит, не нужно нам писать заявку на двух листах, пускай это будет полноценная заявка с расширенным синопсисом, там, на 8-10 листов. Кто-то говорит, пускай это будет коротко, кто-то любит презентации в PDF с картинками, с главными героями и так далее. Вы должны понять одно, если у вас будет адекватная заявка, в которой есть логлайн, краткое содержание, цель проекта и описание героев, но оно будет написано таким образом, чтобы человек, как только начал читать, он не оторвался бы от вашего проекта, от вашей заявки. Не нужно писать так, условно говоря, имея в виду между срок, но самое интересное, я вам расскажу, при встрече, такого подхода вообще не нужно. То есть, никакой встречи вообще может не быть. Поэтому, в этой заявке вы должны все самое интересное, очень простым, адекватным, понятным языком, передать. Нужно иметь в виду, что нет никакого специального языка, что у нас в Казахстане редакторы, либо программные директоры, либо продюсеры, которые работают на канале, они, в принципе, такие же обычные люди. И поэтому, не нужно сильно мудрить чего-то там, каких-то вставлять слова, которые, ну, там, человек должен пойти в Википедию, чтобы посмотреть, что это значит. То есть, заявка должна быть простой, понятной, и самое главное, показывать, почему этот проект может быть интересен. Ну, значит, самое главное, чтобы вы вступили в переговоры. Вы сами должны настроиться таким образом, что на той стороне, то есть, представители канала, люди, которые работают на канале, которые принимают решения, либо принимают заявки, у них есть конкретные цели, они должны получить рейтинг, они должны показать разносторонние, возможно, либо только в одном жанре, какие-то сериалы, для того, чтобы у них был интересный контент. Поэтому вы должны вступить в переговоры, так как люди в бизнесе вступают в переговоры со своими клиентами. Вы разговариваете с клиентом, вы уговариваете его, делаете так, чтобы он, по крайней мере, вас выслушал, второй прочитал вашу заявку, а уже потом принял положительное решение. Это очень важно помнить. Вы должны помнить одно, что на самом деле каналы работают с продюсерами, не с режиссерами. Бывает так, что они работают с режиссерами, которые совмещают себе роль продюсера. Это так. Но каналы работают с продюсерами, то есть, и условно говоря, через этот промежуток времени, через несколько лет, когда я говорю с каналами, мне не спрашивают, кто будет режиссером, ну, на первом этапе. Они позже спрашивают, а кто может быть режиссером, но в принципе, каналы уверены, что мы найдем какого-нибудь режиссера. Не того, если не того, так другого. Но за проект сам, за его осуществление будет отвечать продюсер. Итак, что в итоге? Первое, вы разрабатываете идею сериала. Второе, вы ищете на сайтах, либо звоните на канал и узнаете, кто принимает заявки, кто, когда принимает заявки. Вступаете в контакт. Третье, вы проводите переговоры. Телефонные ли это переговоры, переписка, либо вы, у вас получается попасть на встречу, вы проводите переговоры с теми людьми, которые, если не принимают окончательное решение, то хотя бы, которые занимаются отбором. Вступаете в переговоры и узнаете детали того, что им нужно. Узнаете, что нужно вашему клиенту. И четвертое, значит, делаете заявку, оформляете как можно лучше, отправляете и продолжаете вести переговоры с каналом. То есть продолжаете вести клиента. Что получится потом, опять-таки, зависит и от вас, и от клиента, но эти попытки нельзя прекращать, если вы всерьез намерены этим заниматься. В общем, удачи всем. Смотрите в следующих наших выпусках, что нужно будет делать дальше. Смотрите наш видеоблог «Серийный продюсер». Всем удачи, у вас все получится. Подписывайтесь, если вам это нужно.